Мошенничество, 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 мошенничество А, я проверить, сколько у нас подписчиков на Бусти забыл. Каждый день смотрю. А вас там нету еще на Бусти. Что за непорядок? Почему я в последнее время просыпаюсь в не очень хорошем настроении? Через силу улыбаюсь. Теперь понял. Вас-то еще нет на Бусти. Я кого стараюсь? Сегодня такую ролямбу записал. Мама, не горюй. Нет, так не называется. Просто расхожая фраза. Мама, не горюй. Рассказал, как я бабушку родную обворовал. Главный вопрос вот в чем. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена. Когда мне было 8 лет. Когда я ей полюбил деньги. Алло. Алло, Александр? А, кто там? Здравствуйте, это Александр. Я сам один персонал. Звоню вам по поводу работы. Вы находитесь в Пойске? Че звонишь ты? Вы находитесь в Пойсках работы? Какой еще работы? Ну вот на HeadHunter у вас размещено резюме. Вот. Я вам звоню по поводу работы. А, что там у вас за работа, интересно? Значит, вот это моя работа, да? А как ты думал? А компьютер где? А компьютер хуй тебе вместо компьютера. У нас открыта вакансия грузчика на склад стран материалов. Вы ебобо, что ли? Я айтишник. Number one в России. У вас тут на грузчика. Какая еще на грузчика? Я айтишник. Number one в нашей стране. Грузчика. Ну вот. На HeadHunter грузчик размещено. И что будем делать? Грузчиком не идти теперь. А я навык айти специалиста утрачу. Но приобрету навык грузчика. Вот не знаю, чем поступиться. Сколько бабок платите за грузчика? Нормальная. Нормальная зарплата. От сорока трех. Чего? Сорок три. Ты? В месяц. Сорок три чего? Тысяча рублей. Ебатюшки. Жизнь удалась, ваши грузчики говорят, наверное. Ну ладно, согласен. Пойду грузчиком. Куда идти? Че грузить? Мне больше трех килограмм нельзя поднимать. У меня справка. Больше трех килограмм поднимать нельзя. Печень, видите ли? У нас есть больше. Что есть у вас больше? Трех килограмм. То есть у нас компания с прематериалом занимается. А бабок добавите за сорок три? Тысяча, чтобы... Вот до трех килограмм сорок три тысячи рублей. А свыше там давайте кратно. Каждые следующие три килограмма плюс еще сорок три. У нас сорок три на всех. То есть все получаются... А, у вас сорок три тысячи на всех грузчиков? А сколько у вас там грузчиков работает? Я имею в виду каждый человек грузчик у нас. Сотрудники получают сорок три тысячи рублей в месяц. А есть такие, которые ничего не поднимают? Нет, таких все работают. Все, чуть-чуть, но поднимают, да? Поднял бабла, стали другими дела. Вообще поднимают. Ладно, куда идти поднимать-то? Находимся на Ленинградском проспекте 35. Ага. А в каждом городе в нашей стране есть Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, улица Ленинградская, Ленинская. Вы в каком городе? Куда идти поднимать? Ярославль. В Ярославле? Мама дорогая, я в Питере живу. Есть что поподнимать в Питере? У вас тут в Ярославле указано, поэтому вам и звоню. Ладно, поняла тогда. Всем хорошего, до свидания. Дурканули слегка. Ой, что? Нельзя, что ли? Никому не запрещено. Алло. Алло. Эльдар Алексеевич, это вы? Алло, кто там? Алло. Алло, алло. 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 Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с операцией. Алло, алло, алло. Кто это? Радиация какая-то. Сталкеры, внимание. Выбор за 10 минуты. Специалисты. Мадам Кури. Кури, кури, кури. Алло. Здравствуйте. Не мадам. Алло. Кто это? Вы Юрий Андреевич. А с кем? Алло, кто такой? Это Пакалай. Мпофинанс. Специалист Евгений. Миндивидуальный код. 50 мобильных. Евгений, слышал, слышал вас. Я звоню вам по поводу вашей задолженности. МФК, Джо и Мани. Знаете об этом? Да, я слышал вас на Ютьюбе. Вы там кричали, что в МБА финансы. А на МБА финансы. А на МБА финансы. Знаем 13 марта 2024 года. Да, да, точно так же. Форма защиты. И говорите, что все сотрудницы молодые, да? Он так и сказал. До свидания, геронтофил. Мальчик, который любит пожилых женщин. Что вы говорите? Клюк бы захлопнул и услышал, что тебе говорят. Вы не слышите? Вы вообще не слышите? Вы умеете вести? Так это ты спрашиваешь, что я говорю? Я все слышал. Вы умеете вести? Я вам задаю вопрос. Вы сегодня погашать и задолжены? Козла за рога. Получается, я умею. Конечно, что ни хуя. Евгений, блять. Евгений, да, блять. Привет, это Пригожин, Женя. Хватит уже пугать людей. Ты что, блять, такой страшный? Был такой, да, он говорит. Алло. Алло. МБА финансы, молодые девушки работают. Где вы там увидели? Он все время там. Где вы увидели? Где вы увидели? В МБА финансы? Все молодые работают. Наш коллектив достаточно молодой. Я ему тогда и сказал. Геронтофил. В общем, я не понял, что такое геронтофил. Ну, это тот, кто предпочитает постарше. Я не пойму, у них там что, отработку они им назначают. Нельзя сразу уволиться, когда ты понял, что все, наглотался на всю жизнь вперед и ухожу. Вот они иногда вот уже, ну, это-то понятно, бывалый заглотчик. Ясно, да? Сразу ситуацию мониторит. И, соответственно, форму защиты включает вот это тараторство. Нельзя просто так взять и уйти. Зарплату отрабатывают. Иначе уйдешь, получится как будто прогул поставят и без зарплаты останешься. Говорю, беда, конечно. Глотать-то уже некуда. Не вмещается там по самое горло у них. Нет, ну, надо хотя бы за зарплату отглотать до конца. Здравствуйте. Дмила Алексеевна. Это вы? Поговорить со специалистом. К сожалению, мы не осуществляем перевод на оператора. Никита Александрович, это вы? Нужен специалист. Хорошо, я перевожу звонок на специалиста контакт-центра. С вами была робот-оператор Мария. Пожалуйста, дождитесь ответа сотрудника, а я с вами прощаюсь. До свидания. Звонок переведен на специалиста контакт-центра. У Марии голос, как у Кондрашкина, ребят. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Она и есть на линии. Оставайтесь и пау. Обязаны собаки перевести закон. Об этом говорит. По первому требованию при совершении коммуникации. Статья 7, пункт 4.2, 230-й, федеральный закон. По первому требованию обязаны перевести на живого человека. Аннет, дебилушек, тоже не так просто удерживать. Добрый день. Добрый. Меня зовут Махтеева, Альбина Шамильевна. Пока ID колец ведет запись нашего разговора. Да. Так, Анастасия Сергеевна, скажите, по этому номеру вообще с такой смогу ли я связаться? С какой такой? Что? Анастасия Сергеевна, она указала этот номер вообще как свой личный. Получается, трубку взяли вы, поэтому уточняю. Ну, так и получается. А почему не взять трубку? Что тут такого? Ну, то есть... А, то есть вы с такой знакомой, правильно? Вы допускаете, что человек, имея сотовый телефон, не может его кому-то другому доверить, просто оставить, забыть в конце концов где-то там. Нет, она могла даже, знаете, цифры, то есть ошибочно номер не тот написать. Нет, 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 у нее все с головой нормально, все с головой, она же работает на обычной работе, не коллектором. Нет, при чем здесь это? Скажите. Что голова, голова это очень важно. Здоровье головы очень важно. Правильно? Я закончу, я закончу мысль во имя вашего спасения, да? Разрушаю артрит прямо сейчас во имя Иисуса. Разрушаю остеопороз прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Очень важно, чтобы человек соображал, давал отчет, что он себя за все поступки, какие он делает. Вот вы видите, не соображаете, отчет не даете, оказались коллекторской организации. Звоните незнакомым людям, какие-то глупые вопросы задаете. Вот видите, как я вперед опережаю вашу мысль про глупые вопросы. Кто-то что-то может. Эксплуатируйте фразы, смысл которых не понимаете. Конструктивно можете, настраивайтесь. Алло. Алло. Здравствуйте. Артем Данилович, это вы? Поговорить с оператором. Алло. Здравствуйте, ООН, пока Быстротеньки, меня зовут Капина Виктория Истребна, разговор записывается. Вы клиент в компании Быстротеньки? Чего клиент, не клиент, вы кому звоните? Алло. Кому вы звоните? Вы сейчас там звоните, являетесь клиентом в компании Быстротеньки. Чего курите, блядь, какой керосин хлебаете? В смысле, я вам звоню. Комптивный диалог, видимо, не готовы. Непонятно, зачем нам звонить. До свидания. Блядь, в уши долбишься или что ты там делаешь, блядь? Какие грибы жирешь, блядь? Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Ильдар Алексеевич. А вы кто такая? Компания ПКО, ОМБА, финансы, специалист Галина, индивидуальный код, 1589. Галина. Галочка. Ты сейчас умрешь. Ильдар Алексеевич. Ну, я. И что? Галина. Оформляли займ онлайн, кредиторам ККСМС, финансы. На сайте Вивус 19 января 24 года оформили договор. Ни одной оплаты по данному договору нет. Ни одной, ни одной. 9 февраля долг 14 861 рубль. В эту сумму входит основной долг, срочные проценты, просроченные проценты и штрафные санкции. Нет. Не обрызгал там я вас. Не обрызгал, нет? Оплата поступит сегодня по данному договору? Аллергия на животных у меня. Ильдар Алексеевич, оплату вы готовы сегодня внести? Мне не все равно, к чему готов вообще. Отказ от оплаты на данный момент я буду вынуждена фиксировать. Что ты делаешь, что ты отчитываешься? Как уклонение от оплаты? Вот так, да? Вот так, да? Форма фиксации. А как по-другому? Слышишь? Ты что, серьезно? Воздух будет продан. Я что, продан? А ты, блядь, будешь на своем рынке на базаре, блядь? И вот подчас-то будете общаться. Три личные встречи. Еще, блядь, не бояться, блядь, личные встречи, блядь, честное слово. Буду, конечно. Еще как буду общаться, да? Вот интересно же было. Посмотреть давно уже не присылают нам видео, потому что, ну, никто не приезжает. Личных встреч, как таковых, нет. А жаль, очень жаль. Хотя у них активность в этом смысле прям, ух, я не знаю, что они там себе думали. Я угораю вечно. А то они верят, да, что вот это придет, кто-то там общаться. Верят ли? Думают, кто-то ходит. Ну, это не наше дело, но там ходят. Нажмите один для соединения. Чего, кто там? Алло, ну один так один. Я один здесь там! Без проблем, нажмем. Здравствуйте, это звонок от компании Миккредит. Звонок является... Алло. Алло. Да, добрый день. Привет. Звонок поступает вам, алло, слышите меня? Позвонили в компанию Миккредит ТС Финанса. Кто вам позвонил? Олегович, придется запись разговора. Кто? Я слушаю вас. Кто? Куда позвонил? Это мне позвонили с вашей компанией. Вы звонили в компанию Миккредит, отдел взыскания. Да, кстись, ты что, блядь? Не звонила никуда. Я ответил на звонок. Я понял. То есть фамилию, имя, отчество, назовите, пожалуйста, вашу. Дату рождения. Чего? Чего? Вы что, хлебаете там, блядь? Какое-то... Позвольте, имя, пожалуйста, дату вашего рождения. Чего, в луну въебался, блядь? Ребенок, блядь, потерянный родителями. Ты что, блядь, несешь? Куда звонишь? Почему ты, блядь, выясняешь такие вещи интимные? А? Не молчи давай, скажи что-нибудь. Что-то сознание потерял там, блядь. Алло. Здравствуйте, это Иван Сергеевич. Кто ты такой? Меня зовут Егор, я шпоточник в МАДМРТП в Собанке.ру. Чего, кто ты, кто ты, ты говори, членораздельный, чего, куда торопишься? Еще раз. Меня зовут Егор, я шпоточник в МАДМРТП в Собанке.ру. Кто ты, Егор, блядь? Я не понял вот эту вот фразу. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Кто ты есть? Должность или что там у тебя? Меня зовут Егор, я шпоточник в МАДМРТП в Собанке.ру. А, мой помощник из команды МАДМРТП в Собанке.ру. Ебатюшки, вот так, блядь. Жил, жил, тут, блядь, оказывается, помощник какой-то есть. А что ты помогаешь, что ты делаешь для меня? Я в том, что некоторое время назад вы заходили на сайт и рассматривали предложения. Хотел поинтересоваться, что за себя подгадали? Ебатюшки, боже упаси, от таких помощников. А ты когда последний раз к логопеду ходил, блядь? Ага. А? Ты давай, ты, блядь, знаешь, вот, блядь, я тебе, блядь, скажу один простой опыт. Берешь, блядь, грецкие орехи, три штуки, блядь, в рот засовываешь, только не глотай сразу. Вот, блядь, бестолковый можешь и проглотить, блядь. Ебатюшки, вот у него дикция, а. Алло. Алло. Да. Ну что, ты спишь, я? Да нет. Алло. Алло. Кто это? Где? Там. Не знаю. Долг не оплачен. Срочно освежитесь с ООНФК Манимен для решения вопроса о просроченной задолженности. При отсутствии звонка мы можем, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации номер 230, инициировать выезд инспектора по вашему адресу. Телефон для связи. О да. Психологическое давление запрещено. А что это было? Вообще. Сергей Макия Капуста, МКК Росцентр финансов, Владислав Сергеевич Гроженский. Разговор о записи. Скажите, а Карина Сергеевна знакома вам? Знакома. А можете пригласить телефонов? Она не пойдет. А что случилось? Ничего не случилось. Не хочет просто человек. Мультики смотрит, сидит. Советские. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики. Передайте, что все капусты компании звонили. Скидка по займу предоставлена. Не надо ничего. Себе оставьте. Она все равно платить ничего вам не будет. Скидка. Настанем. Давай пока. Что-то забыл? Ну, каевец. Стартовало уникальное предложение по снижению финансовой нагрузки. МФК Зайнер 8800. Отдай хоть что-нибудь, да? Предпочтает вам списание процента. Срок ограничен. Ну да. А перед этим вы отдадите все в любом случае. Это их любимая фраза. В любом случае. А потом отдайте хоть что-нибудь. Но называется это акция по прощению. Акция по списанию. Потом 50% будут предлагать списать. А в суд что не идете? А-а-а. Невыгодно. Что-нибудь попробую еще что-то там докажи. Если человек забил уже однозначно. А во-вторых, потом получи еще даже если докажешь. А вдруг он банкротится? А когда банкротится вообще, если сумма долга в займе меньше 10% от общей массы долговой нагрузки, то тут вообще попробую чего-нибудь получить. Так хоть что-нибудь обратно вернуть. Недавно, значит, столкнулся опять с, скажем там, с ебанистическим отзывом. А точнее с несколькими. Часто очень говорю на своих шоу вот про термин взыскания. Специалист по взысканию и все остальное. Я говорю, что вы не имеете права взыскивать. Даже ссылаясь на 230 закон, закон как раз таки о сохранении законных прав и интересов соблюдения должников при проведении процесса по возврату просроченной задолженности. Я говорю, что в законе там нет слова взыскания. Кто-то даже замучился, там заморочился, пересчитал. Есть, 11 раз, слово взыскание. Я не стал даже проверять. Ну, как говорится, если ты глупый, то это надолго. Я сейчас не о себе. А может, и навсегда. Когда вы поймете, вы хейтеры, без вас, конечно, никак, но все-таки, что весь этот процесс, все это шоу, это процесс деколликторизации. И моя задача, когда я пытаюсь троллить, делаю это, как правило, успешно, основная задача ввести их в смуту, в заблуждение, продемонстрировать их беспомощность для своих дорогих зрителей. Я могу все, что угодно говорить. Я могу вообще такую билиберду здесь нести. Потому что, что билиберду несешь, что говоришь по делу, они там, как правило, ну, тупее другого каждый. По-простому один тупее следующего. И не имеет значения, что я говорю с точки зрения корректности, а уж тем более, когда речь идет о законе. Мне главное их фрапировать, то есть ввести в смуту, в заблуждение. Проверят, ради бога, не проверят, что, скорее всего, чем лучше. Пускай чувствуют себя идиотом. А потом, почитай, ты что такое несешь? Да еще раз говорю, вы хоть и на юридическом канале, но работу, связанную с юризмом, осуществляют сотрудники компании LAM, юристы дипломированные, опытные и тому подобное. Здесь шоу, здесь мы работаем с явлением. Как говорится, вот эту масть на место ставим любыми способами. Тут, как говорится, все в тему, в норму и приветствуются. Но если у вас госпола такие вот педантичные, не все, что называется, в голове, по полочкам, и вы не можете элементарно сообразить, или, скорее всего, забежали сюда, как говорится, с мороза или с танка вылезли, бух, ох, ах, и все. Ну, что-то наподобие, набрал долгов и не отдает, или бухает, ну, это про меня все, вот эта подписанина. Вот еще новый тренд пошел, да, типа законов не знает. Да, может, и не знаю. Может быть, а может и нет. А может, пошел ты? Все знать ты не будешь, но результаты есть. Посмотрите, когда мы прямые эфиры проводим. Вот, ну, реально, звонков стало меньше. Особенно они когда знают, что прямой эфир идет. Ну, вот реально проводили, как-то Максим вышел в 8 утра. Они не ожидали и вышли в рабочие смены. И он много звонков принимал. А потом, в 2 часа, когда подтянулся я, звонки прекратились. О чем это говорит? Мониторят. Руку на пульсе держат. Хотя, не знаю, на что надеяться. Ну, я затрудняюсь. Ну, да-да, тупые. Не думают, что вот в прямом эфире опозориться как-то сильно больнее, чем в режиме записи. Женые не понимают, что у них там. Что за форма защиты? Конструктивный диалог. Вы не конструктивите или конструктивите, но плохо. Господи. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте. Обнимая букет желтых лютиков. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте.